Друзья, привет всем! С вами Ирокез и я думаю любители PUBG Mobile все знают такого человека как Oldboy. Это игрок Team Unique и произошло, если честно, для меня что-то супер непонятное. Данного парня отправили в запас. Он теперь на скамейке запасных и не играет в основном составе. На мой взгляд это супер дикая ошибка и такого делать вообще никак нельзя, потому что он носил на каждом турнире бешенейший импакт. Они стали чемпионами мира благодаря его вкладу в данную команду. Ну и давайте же посмотрим, как играет этот тип и как жестко он наваливал в 2019 году. Поэтому располагайтесь поудобнее, приготовьте вкусняшки, ведь мы, дорогие мои друзья, начинаем. Так смотри, вот так сейчас становишься и лайк прям ставь, да, вот такой лайк прям, красава, да, да. Эй, слушай, а не много моим денег отдали? 100 тысяч долларов-то? А, чё, да не, это ж копейки, мы шейхи, у нас очень много денег. Да, откуда они у нас вообще берутся? Как-то откуда? Конечно же от наших друзей 1х, самых быстрых и самых надёжных. Я в закрепе промоход видел ирокез, только по нему можно получить до 6500 бонусом. А ты спрашиваешь, откуда? Перед вами выборка только турнирных моментов, которые происходили на тех или иных событиях в 2019 году. Ну и вообще, надо сказать, что подобная практика, к сожалению, теперь является нормой. Как только у игрока какие-то проблемы, конкретно вот с Oldboy, он просто приболел и пропустил какие-то, какие-то темы, то сразу же уже корпорации начинают что-то менять. Вот здесь, обратите внимание, очень-очень жёсткая ситуация. Oldboy остался 1 в 3 против энеми соперников, против целой команды. Это профессионалы, ребят, это не абы кто с улицы. И он просто разбирает всех троих в соло по очереди и выигрывает матч для своей команды с 10 фрагами, с огромнейшим количеством очков. И вообще, подобные ситуации, они как бы сейчас частые. Вот команда Na'Vi сделала две замены, убрав молодого и Адоузи, кто следит за ПК-пабгом, тот знает. И при этом, ну, замена пока что себя вообще не оправдывает. Na'Vi не могут, не могут начать играть вместе нормально. И вообще, как было в недавнем фильме Ford против Ferrari, всё сейчас делают корпорации, а корпорации чемпионаты не выигрывают. Вот нужны как раз-таки вот реальные, крутые пацаны, команда, воины. И по факту, вот такого мы сейчас, как мне кажется, видим. Ну, давайте теперь конкретно к моментам. Пока я болтал, здесь была разыгровка 1 в 1 против Oldboy, точнее от Oldboy против игрока и наметимый. И он её опять же вытащил, взяв топ-1 для своей команды. Не знаю, сколько раз за весь, как бы, турнирный сезон он оставался в топ-2 и вытаскивал катки. Но явно, явно немало, дорогие мои друзья. Здесь его команда потерпела большие потери, но Oldboy прокидывает отличную гранату и просто нокнул того человека. Спас тем самым своих друзей, своих сокомандников и при этом помог им ещё после этого. Далее был отличный спрейс с DP-28. Очень чётко разобрал человека. И тут мы видим такого пацана, который, который пытался Oldboy немножко так крисануть, но не получилось этого сделать. Тут я, кстати, помню этот момент именно в турнире. Он зажал на огромнейшее расстояние на карте Мирамары. Вот тут им подходил в спину челла, он его разбирает просто невероятно больно. Тут нокнул двоих в смог, пытается добить. Здесь с фланга заходит ещё и противоположный сквад соперников. Он и их замечает, нокает ещё одного чела. Просто отличнейшая стрельба. И его команда в виде Яши и Наги просто-просто подходят поближе. И уже начинают рашить этих типов. Но отличная граната от Oldboy ещё даёт дополнительные ноки, дополнительные очки. И там пацаны зашли и разобрали всех без каких-либо сложностей. Вот обратите внимание, он вот во всех этих моментах является таким человеком, который начинает файт и переводит его в свою сторону. Вот он здесь просто встал, нокнул одного типа, нокнул второго. Всё, команда уже разобрана. Команда ничего не может сделать. И данный сквад просто выходит из игры. Здесь пока что, пока что топ-8, да, топ-21 и лайф. Но всё равно Oldboy там что-то занял хорошую позицию. Настреливает по пацанам, которые тоже пытаются спрятаться, пытаются как-то лечь за смоками, подхилиться. Но этого не получается сделать. И опять же в топ-2 дошёл и забрал. Забрал в соло себе победу. Тут подъехал к заправочке. Похоже, что сейчас, да, будет закрывать вот этих типов по сквадам 13, которых замечает. С ДП-28 он лёг или сел, не знаю, непонятно. Но начинает настреливать по УАЗу. Очень-очень больно. И попал в голову, просто вынося данного человека на другой стороне моста. Ну и, понятное дело, зарабатывая преимущество. И ещё раз, ребятки, напоминаю. Это всё турнирные игры. Это вообще просто другой мир. Это не паблики, где там кто-то раскатывает, делая по 40 фрагов. Это такое, ну там невозможно. Там просто каждый, каждый человек играет невероятно жёстко. Это, как считайте, самые-самые супервысокие ранги. Только ещё и на деньги. Только каждый ещё и потеет. И, сука, всё, всё отдаст за победу. Такой, вот так вот максимально. Поэтому каждая такая игра, она вот на вес, можно сказать, золота. И здесь, опять же, рашил типов в кемпе. Зарашил более чем удачно. Отлично. Тут его тиммейта нокнули. И он тут же выходит на открытого соперника. И просто даёт ему невероятно больно, так как тот вышел из-за дерева. И опять мы видим, что олдбой остался, по-моему, соло из своего сквада. Да, все мертвые. Он один как-то пытается тащить. 11 живых. И при этом 6 команд живо. Уже 4. Тут у нас такая небольшая быстрая склеечка. Выходит очень больно на типа. И Соник, Соник пытался его распрыгать. Как-то что-то сделать. Но этого совершенно не получилось. Вот так вот. Вот так вот, дорогие мои друзья. Этот парень тащил в самых трудных ситуациях. Клатчил против стримеров. Тут вот он нам показывает, как он выходил против мобайлеров. Я не знаю. Вот это уже, наверное, просто обычные паблик игры. Опа. У чувака трактор висит. Нормально. Шарит в этой жизни. Ну и не может, не может, не может этот тип перестрелять олдбоя. Так же, как и, в принципе, остальные пацаны. Тут уже, я так понимаю, да, это вот его лица. Но тоже режим наблюдения. Вполне вероятно, что... А, нет. Нет. Это ФПП. И просто... Нет. Все-таки режим наблюдения. Мы видим некий соперников. Тут как-то тяжело. Но, когда нет кастера, непонятно, что в мобайле тут кто-то курсор оставил. Если что, это не я. И успел, успел захилиться. Блин, как же на последней секунде просто выждал этого типа. И... Ну, тут нужно чувствовать этот момент. Потому что обычно не отменять аптеку, это ошибка. Но, опять же, в соло разобрал сколько... Это два сквада, по-моему, соперников было. И, опять же, опять же топ-1, который он опять же взял, дорогие мои друзья, в Солярово. Как-то часто, часто покидает его команда. Ну, и... Ну, и ничего страшного. Он все равно, как мы можем видеть, спокойно, спокойно разбирает в соло всех ребяток, которые там находятся. Тут, опять же, это уже наблюдение за ним. Наваливает крайне-крайне больно. Неплохо. Реально красиво фликанул с снайперской винтовки. Ну, вот, конечно, мобайлером нужно подулучшить режим спектата. Потому что, ну, не очень-не очень, конечно, все это качественно видно. Я думал, в ПК, PUBG, там все плохо в турнирной составляющей. Но в мобайле с технической точки зрения все довольно-таки печально, скажем так. Нифига себе, оказывается, мотоцикл не пробивает деревянную дверь, если кто не знал. Я никогда подобное не тестил. Я знаю, что можно за ней урон получить, если ты стоишь. Но, окей, пусть будет так. И отлично жмет с ДП-28, с М416. Замечает соперника и также дает ему больно очень-очень по голове. Это уже паблик игры. Мы видим, что там очень высокие счетчики киллов. И 19, и 15, и там еще сколько-то, кстати, интересно, сколько у Олдбоя был рекорд на паблике. Я думаю, что, наверное, в районе 30-ки. Если кто знает, напишите. А если кто не знает, тоже пишите в комментариях. Будем пытаться угадывать. Потом, если что, как-нибудь лично у него спрошу. Вот. Здесь, опять же, опять же, турнирная игра. Комментатор там тоже на эмоциях что-то кричит. Яшу нокнули, Наги нокнули. Но при этом Олдбой остается в соло и все равно втаскивает, втаскивает свою команду. Еще и заюзал эмоции. После этого, я уверен, еще и поднимет своих друзей, своих тиммейтов. Но вот сейчас остался один в два, нокает одного, нокает второго. И просто разбирает обоих. Потому что, потому что может, дорогие мои друзья. Два типа вышли. Притом вышли синхронно, вышли правильно, вышли так, как надо. Но не смогли его забрать, потому что он оказался быстрее, оказался лучше и просто мощнее настреливал. Тут то же самое. Просто на себе держит весь скват. Он играет в соло. Но здесь все пацаны не могут, не могут ничего ему противопоставить. И как-то пытаются выйти с разных сторон. Но совершенно этого не получается сделать. Обратите внимание, постоянно мансит за какими-то укрытиями. Постоянно меняет позицию. Постоянно как-то двигается. Выходит так, чтобы у него торчала только голова. И комбинируя все эти движения с невероятно мощной стрельбой, с невероятно жесткими отыгрышами. Получается, ну, что-то вот примерно такое. Здесь уже нокнул двоих. Просто перезаряжается. Сразу меняет позицию. Выходит еще одна из соперников. Решает даже не хилиться. Потому что здесь идет открытый файт его команды. И просто нокнул третьего. И сейчас нужно добрать еще одного. Совсем-совсем один человек остался. И, ну, у него не было шансов. Давайте, давайте будем честны, дорогие мои друзья. Счет 21. Только что видели, было. Было 22, уже 23. Ну, точно. Тридцатку точно набивал. 100% здесь без вопросов. Ну и... Ну и как можно такого человека посадить на скамейку запасных? Хе. Ладно. Корпорации. Ну что же. Здесь, опять же, стреляет с прицелов. Кстати, обратите внимание, не играет практически с низкими прицелами. То есть, у него 3х, 4х на М4-116. Это вообще самое-самое обычное дело. А если соперник находится близко, то вот как раз просто стреляет от бедра. Даже вот сейчас тройка. И, естественно, в нее не входит. Это действительно очень-очень удобно, очень комфортно. Чем больше прицел, тем ты лучше видишь соперника. И на дальнее расстояние можно зажимать крайне качественно. Вот примерно то, что вы видите здесь. Так что, если боитесь играть с иксовками, то не стоит, дорогие мои друзья. Это прям реально очень-очень такая мощная и крутая тема, которая даст вам преимущество над соперником на дистанции. Ну а если все-таки вы играете не в мобайл, а в ПК-версию, то да, нужно будет переключать иногда прицел на ближний. Ну что поделать. Такая вот жизнь, такое вот наше бремя. Здесь опять же наваливает крайне больно. О, вот это, вот это точно киберспортивная игра. Посидел немножечко в кустике. Ну, совсем-совсем чуть-чуть. И вышел, и опять же развалил двоих игроков. Вот так вот себя показывал данный тип. Мне кажется, что более-более чем жестко. Ну и сами напишите в комментариях, что вы думаете. Насколько правильным было решение отправлять его на скамейку запасных. Я думаю, что, ну как бы, как бы может он себя еще показать. И совершенно-совершенно не стоит списывать этого человека со счетов. Самому Олдбою я желаю самого всего наилучшего. Удачи в киберспортивной карьере. Ну и не расстраиваться по таким делам. Все бывает, ничего страшного. Но вам, дорогие мои друзья, конечно же, огромнейшее спасибо за просмотр. Всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, удачи. И до новых встреч. А следующее видео... Уже совсем скоро. Пока-пока. 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 Пока-пока.